Продолжение следует... 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 Кто у нас есть среди участников иммунной системы? У нас есть несколько компонентов. Это те, кто, собственно говоря, выполняют функции, эффекторы различные, специфические, не специфические. Не специфические – это первая линия защиты от инфекций и от злокачественных опухолей в том числе. Специфические – это то, на что мы насчитываем. Это высоко специализированные клетки, которые могут в нашем случае уничтожить опухолепроцесс. Но кроме этого у нас есть регуляторные механизмы, есть антигенопрезентирующие клетки. Когда все это работает гармонично, тогда мы получаем хорошую защиту от опухоли. Как только какой-то из компонентов начинает изменяться, мы получаем проблемы. Иммунная система не может в этой ситуации справиться с опухолью. Каким образом опухоль ускользает от иммунной системы? Почему она вообще растет? Потому что опухоли изменяются поверхности. Она не так хорошо видима для иммунной системы. Некоторые изменения вообще никогда не может иммунная система распознать. Есть слабость восприятия опухолевых антигенов иммунной системы, потому что они очень похожи на нормальные клетки. Такие иммунные системы учатся не реагировать на такие клетки в течение длительного времени. У нас есть пациенты, у которых очень большая опухолевая масса. Здесь просто размер имеет значение. И чем больше эта масса, тем сложнее иммунная система, которая тоже есть своя масса, но ее существенно меньше. Сложно тогда иммунной системе справиться. Конечно, пациенты с большой опухолевой массой получают худшие эффекты, чем пациенты с меньшей опухолевой массой. Но, кроме того, опухоль сама активно вызывает иммуносупрессию. Она ставит иммунную систему себе на службу. Иногда это доходит до того, что иммунная система помогает выращивать опухоль. Поэтому нельзя так просто принимать какое-то лечение для поддержания иммунной системы. Это лечение должно быть целенаправленным. Оно должно быть обоснованным. Несмотря на сложность такой иммунотерапии, мы очень любим иммунотерапию. Потому что у иммунотерапии длительное время до наступления эффекта, но, коли уж этот эффект достигнут, этот эффект, как правило, длительный. Обратная сторона эффекта иммуноопосредственного нежелательного явления. Они тоже медленно развиваются. И они могут продолжаться даже после окончания иммунотерапии. Это те риски, о которых мы должны знать и о которых пациенты должны знать. Потому что все эти нежелательные явления развиваются не тогда, когда пациент в клинике находится, а введение иммунотерапевтических средств современно очень короткое. Это несколько часов буквально. А это развивается дома, это развивается после введения. У нас сторона большая, пациент может далеко уехать. Он должен знать, что такие проблемы бывают. Он должен понимать, что необходимо обращаться быстро. Потому что если обращаться не быстро, эти нежелательные явления могут нарасти. Их сила может быть такой, что они приведут к летальному исходу. Вот если посмотреть, что токсичнее. Таргетная терапия с левой стороны или иммунотерапия, на голубом фоне выделена. Это, безусловно, частота нежелательных явлений различных чаще всего выше при таргетной терапии. Однако при иммунотерапии мы видим те же самые нежелательные явления. Ну да, они могут быть несколько реже, но риски сохраняются. Механизмы разные. Но, тем не менее, мы можем иметь проблемы со стороны кожи, со стороны желудочно-кишечного тракта. У нас бывают лихорадки, слабости, повышение давления, эндокринопатии, пульмониты, нарушение работы печени. То есть мы можем, к сожалению, повредить много органов. Нам нужна бдительность, чтобы вовремя найти и предотвратить все эти нежелательные явления. И контролировать эти нежелательные явления. На сегодняшний день алгоритмы по контролю нежелательных явлений разработаны. И они достаточно эффективны. При своевременном обращении, при правильном использовании они дают хорошие результаты и позволяют продолжить лечение. Что касается сравнительной токсичности, у нас есть предубеждение такое, что химиотерапия – это самое токсичное лечение, а все остальное – это менее токсичное лечение. Так вот, хотелось бы сказать, что здесь вот на схемке как раз проведены результаты комплексного анализа. Вот она, токсичность химиотерапии, комбинированной химиотерапии. И вот это все, это современная терапия. Да, она может быть где-то менее токсична. Самая малотоксична здесь наверху. Вы видите, иммунотерапия – это одно из самых наименее токсичных видов лечения. Таргетная терапия промежуточную занимает позицию. Но комбинированная иммунотерапия, когда мы используем несколько препаратов, когда мы складываем, а на сегодняшний день есть комбинация таргетной терапии и иммунотерапии – это весьма токсичный вариант лечения. Наверное, наиболее токсичный из всех на сегодняшний день. Что касается эффективности, то самые эффективные препараты здесь справа показаны. Вы видите, что у нас на сегодняшний день иммунотерапия и таргетная терапия по комбинации занимают высшие строчки. Сложно сказать, какой эффект лучше будет у пациента на таргетной терапии, на иммунотерапии. Для тех пациентов, у которых есть мутация, у них есть выбор объективный. На сегодняшний день мы не можем сказать, что в данной конкретной ситуации лучше будет одно или другое. Как правило, пациенты получают оба варианта лечения. Если один не срабатывает, мы переключаемся на другой вид лечения. Но важно, чтобы это было современное лечение, потому что, безусловно, самое эффективное – это вот эти виды лечения. Каковы принципы эффективного применения лекарственного лечения? У нас есть несколько ключевых механизмов, которые мы пытаемся воплотить в лечение всех пациентов. Во-первых, это рациональность. То есть надо назначать то лечение, которое здесь и сейчас имеет наилучшие шансы. Мы назначаем лечение, исходя из наших знаний о том, как отвечают пациенты с именно вот таким вариантом проблемы. То есть у которых такой, не даже не тип, а по типу опухоли, у которых такая экспрессия маркеров чувствительности, у которых такое общее состояние, у которых такие сопутствующие заболевания. Исходя из этого, мы подбираем с нашей точки зрения наиболее эффективный метод лечения. То есть метод, который с наибольшей вероятностью даст, но эта вероятность, она не стопроцентная всегда. Поэтому это тоже надо понимать. Поэтому мы идем от самого проверенного, самого эффективного метода, может быть, к менее проверенным или менее эффективным методам, которые откладываются на последующие этапы. И здесь важна последовательность. То есть мы последовательно идем, мы не смешиваем несколько методов сразу, мы не пытаемся перепрыгнуть с одного метода на другой без доказательств того, что такой переход будет действительно иметь позитивный эффект на фоне лечения. Поэтому если такой позитивности нет, это общий принцип онкологического лечения. Не всегда надо спешить с переключением методов лечения. И, конечно, важный вопрос – это эффективность и безопасность лечения. Мы назначаем то лечение, которое мы знаем, что может оказать эффект или оказывает эффект. Если лечение неэффективно, мы его отменяем. Если лечение опасно, мы его тоже можем изменить или отменить. И здесь надо подчеркнуть очень важный момент. Нежелательные явления, связанные с современными методами лечения, они часто связаны с эффективностью. Есть нежелательные явления выше вероятности эффекта. Поэтому не надо опасаться, что вам по какой-то причине, например, по поводу серьезных, достаточно нежелательных явлений, не провели какое-то количество плановых вроде как циклов иммунотерапии. Нет необходимости в этих циклах, в таких ситуациях. Отмена лечения не изменяет эффект лечения. То есть если эффект уже достигнут, он достигнут. То же самое касается таргетной терапии. Нет необходимости бороться за максимальную дозу таргетных препаратов. Если есть необходимость редуцировать дозу, надо редуцировать дозу. Это не повлияет, это заложено во все протоколы лечения. Ну и, конечно, комплексное лечение, которое включает в себя несколько вариантов лечебной тактики, и локальное лечение, и системное лечение. Объединение лучших опций на сегодняшний день, оно всегда побеждает по сравнению с использованием одного варианта лечения постоянно. Поэтому соблюдение вот этих подходов дает наилучший результат лечения. И для его соблюдения надо понимать, что должен быть хороший контакт с врачом, должен быть план лечения, который выполняют все, не только врачи, но и пациенты. И должна быть обратная связь. Пациент должен своевременно информировать о возможных ситуациях. Врач должен их оценивать. Поэтому что можно сказать? Конечно, на сегодняшний день мы живем в такой революции по лечению меланомы. Это, наверное, один из наибольших успехов, который был достигнут за последние 10 лет. Это прорыв в лечении меланомы. У нас появились возможности достижения длительного, стойкого контроля над болезнью. Сложно сказать, можем ли мы вылечить болезнь даже в последней стадии. Но мы уже склоняемся к тому, что, наверное, у некоторых пациентов это удается, потому что длительные стойкие эффекты длятся годами реально. Но не у всех пациентов. Доля этих пациентов пока еще не такая высокая. Тем не менее, она есть, и она, наверное, раз в 6 или в 7 выше, чем была еще 7-8 лет назад. И, конечно, для достижения наилучшего результата требуется соблюдение принципов лекарственного лечения. Спасибо за внимание. Продолжение следует...